посмотрите какую я в руках держу прелесть и сегодня я хочу приготовить ярко-оранжевый суп из тыквы из цветной капусты как же она красива для приготовления этого супчика потребуется самый минимальный набор продуктов то есть овощей тыква цветная капуста морковь и две луковицы немножко имбиря топленое масло и молоко в данном случае у меня молоко жирностью до четырех с половиной процентов можно молочко заменить и сливками поскольку я сегодня буду готовить суп-пюре поэтому я все овощи буду нарезать произвольную форме лук я нарежу полукольцами и вот так же не крупно порежу морковь кастрюлька у меня три с половиной литра на чистое сухое дно кастрюльки я положил оттопленое масло масло немного где-то чуть побольше столовой ложки масло разогрелось я добавляю лук морковь и все это слегка спастирую буквально чуть-чуть обжарю для того чтобы придать вкус очень приятный нежный аромат пока у меня лук с морковкой пастируется я буду нарезать тыкву и тыкву я буду нарезать небольшими кусочками так как у меня получится дает нежный аромат вот я сейчас режу тыкву у меня такое удовольствие во первых от самой тыквы она издает настолько нежный тонкий аромат и при том он дынный аромат это божественный запах а еще я получаю такое огромное удовольствие от наточенного ножа вот такими небольшими кусочками произвольной формы у меня килограмм тыквы и 600 грамм цветной капусты вот она такая объемная но по весу здесь ее ровно 600 грамм как же приятно пастируется лук и морковь пастеровка у меня на самом слабом огне чуть-чуть слегка чайник вскипел и я наливаю кипяток пока достаточно будет мало добавлю ой как хорошо налила кипяток и тут же у меня все кипит и в самую первую очередь я кладу нарезанную тыкву как раз место остается только для для капусты накрывая крышкой и довожу до кипения и теперь наступает очередь разобрать на соцветия цветную капусту капуста нежная сильно я измельчать не буду цветную капусту я точно также измельчила в произвольной форме это комфорка у меня большая и здесь кипит очень сильно даже на самом слабом огне поэтому я переставляю на другую комфорку и на рассекатель мы спрашивали есть у меня рассекатель да есть вот он он маленький аккуратненький этот рассекатель мне очень нравится я на нем люблю варить кашки и не только кашки даже супчики когда закипит переставляю у меня здесь будет медленно медленно вариться я убавляю на слабый накрываю крышкой и пусть буквально пять минут покипит эта тыква очень нежная и поэтому ей пришлось вариться всего лишь две минутки и теперь я добавляю цветную капусту получается прям кастрюлика горой так как я люблю все рассчитано до миллиметра вот так только остается потоптать все накрываю крышкой и варим до готовности как хорошо у меня все медленно томится овощи сварились до полуготовности и я теперь уже чуть-чуть подсолю и сегодня я солю белой солью адыгейская у меня отдыхает а еще а еще я в этот супчик добавлю молотый имбирь он сухой я его добавлю вот так вот совсем немножечко добавлю на кончике ложечки раньше имбирь добавлять ни в коем случае нельзя иначе он потеряет свою вот эту вот ядреность а вот теперь когда овощи сварились до полуготовности практически уже готовы вот так вот я чуть-чуть добавлю сухого имбиря ооо какой аромат приятный не падай лежи не падай буквально еще минуту и будет готова у меня все сварилась и теперь остается только поработать блендером и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»